Как будут проводить каникулы дети в 2021 и даже в 2025 году? В Бендерах разрабатывают новую концепцию летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников и молодежи. Проект рассчитан на 6 лет, обещают учесть пожелания школьников и родителей. К слову, и разработкой проекта займутся молодые специалисты, которые сами растят детей и знают проблему изнутри. Как организовать летний отдых после пандемии? Пришкольные и загородные лагеря закрыты, время искать новое направление. В Бендерах разрабатывают концепцию летнего отдыха. Пока собирают предложения от специалистов, затем спросят и мнение школьников. Тем нештампы, если мы будем руководствовать, за которыми выносились до этого, поверьте, мы ничего глобально не поменяем. Мы готовы нести затраты, но так, чтобы это было полезно нашим детям. Есть варианты приобретения мобильных планетариев. Это тема, которая, я думаю, что востребована была бы всем. Но они хотят повысить свои знания в области IT-технологий, какие-то небольшие курсы делать. Но замечательная водоречебница есть. Этим мальчишкам повезло. Живут рядом с парком, можно и свежим воздухом дышать, и на горках прокатиться. В своем дворе или на даче юные жители Бендер проведут большую часть этого лета. В период каникул, площадки, парки, спортивные объекты надо использовать максимально. А тренеры и руководители кружков должны летом работать в полную силу. Можно рассматривать и со спортсменами более старшего возраста. Это велопробеги с разбивкой ночного лагеря палаточного на территории Приднестровья, вплоть до стройцев. Можно также саморассматривать и сплавы по Днестру. Это туристические байданки, сооружение плотов, конечно, при наличии опытных тренеров, инструкторов, со всеми средствами техники безопасности, разработать такую программу. И я думаю, что можно даже сделать приглашение по предприятиям для нашей трудовой молодежи. Пандемия отменила не только поездки в теплые края, но и перечеркнула планы подзаработать. В центр занятости поступило более 200 заявок от подростков. Программы занятости молодежи приостановлены, но в концепции их учтут. Бендерская крепость. Теперь на смену шумным фестивалям пришел туристический тайм-аут. Но и здесь знают, как заинтересовать молодежь. Мы можем рассмотреть варианты привлечения детей именно занятости на территории крепости. Почти часовые экскурсии. Плюс проведение мастер-классов, начиная от, допустим, органчарного дела, заканчивая заплетением, кузнечного дела. И, в принципе, список достаточно большой. Бендерские музеи готовы совместно разработать туристический маршрут для школьников. Станция юных туристов – провести квесты и походы по историческим местам. А лечебно-диагностический центр – учить детей беречь здоровье и правильно питаться. А еще проводить лечебную физкультуру на набережной и в скверах. И даже мини-море готовы устроить в соляной комнате. Эти предложения войдут в городскую концепцию по направлениям спорт, культура, оздоровление и занятость. Разработают документ до августа. Возможно, и первое мероприятие успеют провести этим летом. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.